Ну что, дорогие друзья, с вами Татьяна Салмановна Макту, Сайфудин, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Сейчас приготовила себе такой ужин, как в Париже. Сейчас буду кушать здесь, балкончик открыл, буду дышать свежим воздухом, наслаждаться жизнью и кушать. Ох, ну что, я уже иду? Ох, такая, ох, такой ужин, как в Париже. Сейчас я вам все покажу, покажу, расскажу, самое главное так это расставить. Расскажу, покажу, чтобы было видно. Яичница из-за двух куриных яиц с жареным хлебушком с булочкой. Так что вот на подсолнечном масле Каролина, кетчуп шашлычный царский, майонез с перепелиным яйцом Печагин, два бутерброда с черной имитированной икрой, вот такие вот дела. Салатик из свежего помидора, огурца с подсолнечным маслом, вот с сметанкой, чай, корона Российской империи. Так что вот, сметанку сегодня я свежую сходила, купила, также в магазинчике сегодня купила и вот этот вот перепелиный майонез с перепелиными яйцами. Мандаринка, конфеты, ну это уже к чаю. Сейчас посмотрим обзор, или нужно сюда, или куда-то подвинуть, чтобы было красиво, чтобы было видно и меня, и мой такой немножко шляпу. Ну я думаю, что шляпу немножко так подвинуть, просто сейчас майонезик, кетчуп и икру я отнесу в холодильник, я просто показала, принесла, чтобы показать для видеосъемочки, вот. А так сейчас я отнесу это в холодильник, положу в холодильник, ну и чай надо, нет, чай просто ладно, здесь пока побуду, вот. Да, чай тоже унесу, потому что чай я уже заварила себе. Да, чай тоже унесу. Ох, такая эротическая. Может быть это будет, знаете, такая традиция, как-нибудь я так ее назову, моя традиция, такой вечерний эксклюзивный ужин, из моего гранд-ресторанта, для меня, моей творческой студии позитивного мышления, ну, чтобы я и наслаждалась ужином, заодно, знаете, природа, погода, сегодня немножко потеплее я оделась, потому что вчера я тут заснимала, ну, почти 3 часа видео, вот только 3 часа, больше, чем около полутора часов, знаете, вот это, хотя сегодня теплее, вот, сегодня теплее, вот, сегодня теплее, но я сегодня решила более утеплиться, более утеплиться, еще жилеточку, думаю, может быть, слишком тепло, ну, что я, жилеточку, можно снять, так что вот, такие вот дела. Сегодня я уже дала, на самом деле рекламу, не что реклама, это не реклама, это я, как бы, показала на моем, сегодня засняла я одно видео, вот, и показала мою книжку из моей библиотеки, вот, объяснение молитвы, методика молитвенной терапии Джозеф Мэрфи. Я просто не знаю, сколько у меня там на диске, у меня там большое видео загружено, просто я с вами ноутбук у нас и снимаю, сколько там, какой там оно шот, не очень шот это видео получится, так что вот, после, знаете, этого, такого моего ужина, вот, знаете, еще почитаю, вообще книжечку, ну, все останется, все останется временно, скажем, на этом диске, а так, немножко такой свежий, знаете, такой, на самом деле, как говорится, такой, такой ветерок, знаете, как называется, это раннее лето, вообще, на самом деле, я бы сказала, знаете, такая погода, как, знаете, если кататься, например, там, по Неве, или там где-то, вот, ну, чтобы, знаете, чтобы такую погоду, например, на кораблике, по Неве, тоже немножко нужно утеплить, то есть, и вода, как-то, вот, она, в общем, немножко от него, знаете, такой, сходит, в общем, так это, ну, так скажем, прохлада, немножко такая прохлада. Ну, я подумала, ну, что я буду там ужинать на моей, как говорится, на таком гранд-ресторанте, когда, вообще, хотела на балконе, думаю, в общем, как-то, все-таки, ну, что, балкон нужно использовать, дышать свежим воздухом, природа, вот, все-таки, здесь более, более красивая видеосъемочка получается, и, все-таки, там, как-то, немножко, уже, как бы, в самом деле, там, я, как-то, конечно, ремонтом, на моем балконе, нужно более, как-то, заняться, прежде чем, как-то, его украсить, все-таки, как-то, более, все-таки, красиво, и, там, как-то, все-таки, выносить из туле, и, в общем, как-то, все это украшать, все-таки, как-то, более, вот, это, вот, и, заодно, вот, открыла, балконной дверь, здесь воздухом дышу, покушаю, вообще посмотрим. В общем, посмотрим. Сейчас я немножко туда вот отклоню вот этот вот видео, чтобы вы видели еще вот такую эксклюзивную. Ну, ладно, хорошо, потому что стынет яичница, яичница стынет. Хотя, мне может быть, эту шляпу даже как-то более как-то... Она такая, знаете, такая, в общем, такой эксклюзив. Знаете, из моей коллекции Бреда Порте, такая шляпа. Такая шляпа, ну, я такая вообще люблю, так это в блестках, с блестками, в блестках. Ну, в общем, что? Чтобы не остыло, сейчас. Я стульик специально поставила. Как-то даже сюда поднялась. Более как-то удобно. Как-то более удобно расположиться. Я просто сегодня сходила в этот магазинчик магнит, купила на себе мыло, там, в палатке мыло, по банкету, но хорошее. Прошлась там, посмотрела, потому что с той стороны такой летний кафе, я скелета, делаю летний кафе. Я подумала, знаете, что-нибудь такое, это мне нужно такое романтическое, как это назвать. Знаете, творческая студия, кафе красоты да бьюти, знаете, как это я назову это, или ресторан, ресторан красоты да бьюти, в рамках творческой студии позитивного мышления, Татьяна Салмановна Мактум Сайфудит. Ну да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Ну что-нибудь такое. Как у нас там, в Перуше, литературное чтение, знаете, литературное чтение, смотрите, как красивое, придумала, у меня же кожа остывает, ну ничего, немножко остыло, пока вот это, пока тут не слабо, вот это уже немножко, яичница, конечно, остыла, но подогревать я уже не буду. Ну немножко остыла, ну что сделаешь, салат нормально, так немножко остыла. Там надо было, конечно, если уже такое теплое, теплое, там надо было есть. Литературное чтение в ресторане красоты да бьюти, творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Сайфудин. Вот представляете? Ну это, знаете, какие-то, литературный час. Литературный час в ресторане красоты да бьюти творческой студии позитивного мышления Татьяны Салмановны Макту Сайфудин. Повторяете, как вы тут? Ну что-нибудь пытаетесь, потому что, думаю, сейчас нужно, понимаете, пользоваться. А, это к чему я хотела сказать? Эту мысль, потому что эти открытые кафе, сейчас, знаете, вот эти открытые кафе люди предпочитают не внутри, а на улице, понимаете, на этом кафе, на улице, воздухом дышать, ну а я снимаю, как говорится, мои видео, здесь вот что-нибудь нужно обыграть, понимаете, это красиво обыграть. Вот. Ну и наслаждаться заодно собой, природой, погодой, едой, книжками. обсудим, обсудим с вами этикет в рамках науку искусства жизни, конечно, еще будет этикет, входить этикет, столовый этикет, изучим, вот, почитаем, посмотрим, тоже интересно, в рамках, знаете, вот этого такого ресторана, моего такого, этого ресторана. Ресторан от красоты до бьюти. Кстати, на Салманов, Дамактум, Сайнфуде. О, прям сейчас придумала. Просто гениально, просто гениально. Все нужно красиво кушать, как-то так и там. Помедленнее нужно как-то это кушать, не наклоняться, а эту штуку надо придвинуть. Может быть, эти штуки специально, чтобы как-то вот сюда ставить. Я же не знаю, у меня такого особого опыта нету. Может быть, ее не на столик нужно ставить, а вот так ее нужно ставить, чтобы более удобно было. Самое главное, чтобы ничего не упало там. Так, может быть, более красиво. Или все равно наклоняться придется. Мне как-то это немножко странно, это же не знаю. Ну и обратно, наверное, поставить. Мне немножко странно. Лучше немножко наклониться, конечно, чем как-то нет. Много странно. Сегодня, конечно, я была очень удивлена, что позвонила Лена. Как говорится, два раза в жизни я всего ее видела, два раза в жизни, за ее 35 лет. Вот. Это дочка Виктора Анатольевича, с которым он собственник второй половины дома и участка на железнодорожной 20, в Белоострове. Вот. Вот. Такие вы дела. говорили, что купит, купит, когда я опорду на себя половину дома, половину участка и говорили, купит, купит, а сами не захотели покупать. Ну, что же сделать? И как говорится, что же, когда есть дача, знаете, половина дома, половина участка, что же сидеть в городе? В принципе, конечно, нужно ехать туда мне на дачу. Кстати, в 2016 году я Ольге так по телефону и говорила. Я как бы давно, тогда, по тем временам, давно в Белоострове была. Я помню, ей по телефону сказала, что мы с мужем приедем в короб. Так и сказала. Сейчас надо водички сюда тепленько еще подлить. Сейчас я чайник, чашечный, сейчас придумаю. иначе. ох люди на этих на самокатик ах значит вы подогреть горячим бродоку горяченький ох люди эти на самокатику хуже что вот на этих подумала сначала подумала одену что-нибудь такое легкое потом думаю нет вообще разнать так я это эксклюзив хочется в обтяжку эксклюзив на знаете когда у тебя сидишь по типу знаете вот это вот лучше потеплеет принципе ну ладно жилеточку прям на фигу мото знаете как я люблю это блеска принципе оригинально получилось такая 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 парижка на этих шляпах на этим шанс обязательно немножко утрировала понимаете да хочется чтобы это было красиво поэтически понимаете как у меня там был сериал кафе красоты добьюти литературные чтения знаете как раньше эти были в салоне люди стихотворения читали другие слушали наслаждались хочется поэзии так что вот тем более я уже вчера решила что ничего негативного я ну не что ничего негативного ну в общем не как говорится но вы понимаете да я бы может быть и сказала вам что-нибудь там такое но в общем я как-то вот предпочитаю предпочитаю думать о хорошем концентрироваться на положительных моментах как я пишу в моей книге тайная психология денег скрита богатства и процветания ну кстати сегодня некосодашская машина подъехала как раз я в столике готовила такую для видеосъемки и машина здесь накассаторская была в этом магнита я просто вам хочу сказать литературу знаете бывает такая литература чтобы уже не говорили как-то вот все таки я просто посмотрела что лена на себя алена называет в общем она как бы вот сразу нашла мою страницу вот так что она наверняка будет но не забудет он смотреть интересными или нет вот я просто хочу сказать в общем как-то при нашем сегодняшнем с ней разговоре я вообще начинать такая добрая позитивная на позитиве тем более я ее столько лет ты вообще будешь два раза в жизни видела и не виделись мы с ней какого-то в 2000 этого кода 9 2009 года но а литературным языком могу сказать что честно говоря если она там увидит потому что в рамках моего от журнал есть нет некоторые видео я немножко там могут матом в общем вы поняли так немножко там кое-где там в нескольких местах но может не спят чуть-чуть посреди 20 тысяч видео я сняла 20 тысяч видео и где-то на 5 видео там немножко есть мата это в рамках моей системы в общем такой об этой системе в общем как там это знаете мне ни к этому знаете не даже не хочу почему об этом сейчас думаю знаете это не к этому будет как-то сказано вот я просто хотела сказать что честно говоря сказала бы я не знаете вот это то есть не хочется просто себя как-то вот это в общем все это поэтому в общем и сама я такая вся на позитиве но если так честно сказать честно сказать но поэтически нужно сказать честно но поэтически чтобы люди поняли то есть если они все мады которые мы там немножко они увидели на лайф журнале конечно матом хоть маловато надо было конечно так это очень жестко сказать по поводу но многих там ситуаций в общем то есть я как-то вот сказала просто каким таким литературным языком чтобы люди поняли что интеллигентные люди они матом не ругают так что вот вот там кто-то что-то кидает хотя я посмотрела на ее страницу и пару фотографий мне очень не понравилось как она стала на олю похоже ну так немножко позитива честно говоря я знаете такая с позитивом честно говоря это хочется с позитивом если честно вот положила руку на сердце посмотрела ее страницу ее фотографии и думаю надо же она изменилась я не видела ее много лет она стала похожа больше на ольгу вот и в общем такие волосы длинные в общем такая фотография ты ее не знаю там где там такие такие конечно вот крупным планом она там не очень понравилось вот потому что насколько я помню в 2009 году она немножко по-другому выглядела по-другому она немножко выглядела вот я бы сказала что она изменилась в лучшую сторону я бы так вот вообще сказал я вообще люблю знаете вот радоваться позитиву чему-нибудь хорошему так что вот что честно то честно и конечно спросив как у них там дела у аксана у серёги у детей ты услышал что он там не пьет ведет себя нормально похудел в общем на самом деле я потом когда уже не поговорила я думаю как вообще хорошо знаете вот как-то поговорить узнать что у людей как того или нормально или более менее нормально в общем что нормально что хорошо нормально люди работают научатся так а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Открылась страница. Пенсия – это ваше новое приключение. Имейте в виду. Это страница 142. Позаботьтесь о том, чтобы ваша душа никогда не выходила в отставку. Она должна быть словно парашют. Она должна быть словно парашют, который считается бракованным, если не раскрывается. Ох, вот это поэзия, вот это жемчужина. Слушайте, прекратите, молодые люди, отойдите от балкона. Знаете, что-то там, ребята, наверное, какие-то что-то там кидают. Многие, может, там катаются, шумят, шумят. Шум создают. Она должна быть словно парашют, который считается бракованным, если не раскрывается. Будьте открыты и восприимчивы к новым идеям и знаниям. И я видел, как люди в 65 лет и в 70 выходили на пенсию буквально. Ну, в общем, ладно. Дальше мы здесь это особо, что-нибудь другое прочитаем. Методы молитвы. Ну, тут много всего. Страница 13. Бог слышит всегда наши молитвы. Ну, вот так вот Джозеф Мерфи пишет. Это подзаголовок. Правильные действия – это всегда плод верных мыслей. Конкретная же мысль заключается в том, чтобы знать и понимать, что отныне вас направляет Бог липа в предвечный разум, и что именно Он знает ответ. «Что значит молиться Богу?» Представляете, у Джозефа Мерфи вообще ответы на многие вопросы. Вот, подзаголовок «Что значит молиться Богу?» В Библии сказано «Бог есть дух, и поклоняющийся ему, должен поклоняться в духе и истине». От Иова 4.24. Ну, в общем, много. Здесь много всего интересного. Ну, в общем, я кушаю. Кушаю, просто книжку посмотрела на скидочку эту. Я эту книгу не читала, честно говоря. Потому что у меня много книг Джозефа Мерфи. Вот. Вот. Кушаю, просто книжку посмотрела на скидочку. Кушаю, просто книжку посмотрела на скидочку. Кушаю. Попки кнопки. Продолжение следует...